и продолжаем дальше а справа у меня надо зайти в тенечек очень-очень печет забыли что такое лето и надо бы уже были когда-то кафушки с той стороны есть кафушечки которые в таком состоянии не привлекательны голову припекает я уже рукой прикрываю здесь были какие-то аттракционы позабирали люди отсюда по всей видимости все будем идти только в тени это то что сейчас нам мешает везде тополемик пух везде мешает всем и не только аллергикам очень тяжело дышать нечем дышать такая баскетбольная площадочка покрытие хорошее мы пробовали бежать здесь хорошо такое резина битум вот и знаменитый наш парк чкалово или же лазареглоба сейчас в конце есть обожаю смотреть когда бегают спортсмены сама иногда этим занимает бегом но где-то сантиметров десять буха здесь я набрала с предпринимателем идея ведь это хлопок картинки есть самом конце дай будь сюда посмотри а напротив озерка легендарная озерка сколько они где-то 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 Озерка, вот она. Видим? Вот где-то здесь. Вот она, вот она, вот она. Вот, вот, вот. Ух, зажитая даже под очки. Видит, где пух. Нет. 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 К сожалению, не могу видеть всех подписчиков. Некоторые пишут такие комментарии, что мне кажется, что это кастрюля. После 24 февраля, когда все активно начали вспоминать истории, конечно, начали. Мы никогда не надеялись. О том, что начнется война. Да еще придут нас убивать те, которые называли всегда друзьями. Я очень активно работала с этой страной. У меня там очень много друзей. Но я бы никогда не поверила, что это может случиться. И одна кастрюля мне написала, что вы знаете. Учите историю. Поэтому я сейчас не вникаю в то, что пишут. Я сказала одно. История – это то, что знаем мы. Рассказывала бабушка мне о войне. Дедушка прошел войну. Вторую мировую. Бабушка рассказывала о голоде. У нее было десятеро детей. Выжило только четверо. В 33-м году был ужасный голод. И она рассказывала, как это случалось. Приходили, забирали все. Лазили везде. Прощупывали щупами. Если только какой-то мешочек, маленький мешочек, увидят зерна, заберут. Забирали все, что было в домах. Вот таким образом, поэтому и не выжило очень много моих родных, дяди и тети. После этого началась корь. Я сейчас считаю, организм, по всей видимости, был ослаблен. И пошла корь. Рыба здесь водится. Здесь даже написано, что ловить рыбу запрещено. Когда-то здесь жили лебеди. В последнее время их нет. Вот это история. То, что была война жестокая. То, что прошли наши родные. Они нам не рассказывали, что там было. Но мы сейчас видим, что война как-то жестокая. История то, что заброшен этот парк. Многие из вас его помнят. Многие из нас его помнят красивым. Детство здесь прошло. Поэтому и попросили снять, показать. Но, как говорится, маимушка, маимушка. Надеемся на лучшее. Надеемся на мир. Надеемся на то, что не будет коррупции. И что рано или поздно это все восстановится. И здесь будет прекрасно, замечательный парк. Потому что только коррупция может в этот парк убрать. Были уже такие случаи. Не знаю, насколько это правда. А солнышко сегодня прекрасное. Печет, печет. Утки купаются. Я тоже не против. Я тебе завидую. Я тоже хочу проплыть. Друзья, на этом я буду ставить точку. Говорю вам до скорой встречи. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно пишите комментарии. Ставьте лайк. И кликайте на колокольчик. На улице очень жарко. Хочу вам показать, как я спасаюсь от жары. Здесь у меня окно. Ну, сейчас пока. Далее, конечно, будем включать кондиционер. А пока хочется не дышать кондиционером. Здесь я открыла на все окно. Здесь у меня окно открыто. Окно открыто где-то на, сейчас скажу, процентов на 10. И те мои задние окна чуть-чуть поприоткрывала. Получается кабриолет. У меня когда-то был Opel. Мне нравилось открывать верхний люк. У нас здесь был люк. Прелесть. Вот сейчас не без люка, не кабриолет. Устраиваем себе кабриолет. Друзья, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Кликайте на колокольчик. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!